МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Дёмина. И вот о чём речь пойдёт сегодня. Режим повышенной готовности в Пензенской области усилят охрану в местах проведения массовых торжеств, а также контроль за соблюдением противопожарных мер. Сейчас самое главное – удержать ситуацию под контролем, особенно с точки зрения посещения лесов, разведения костров. Долгий путь. Из-за ремонта асфальта в третьем проезде Бурмистрова автомобилисты вынуждены стоять в пробках. Если рано утром, то около часа. И хореографический спектакль. Ансамбль «Вензеля» порадовал поклонников новой концертной программой. Мы даём несколько концертов в году. И хочется, чтобы все программы были разными. Но вначале о серьёзной коммунальной аварии, которая случилась несколько часов назад. В Арбекове на проспекте строителей горячая вода затопила проезжую часть. На место прибыли коммунальные работники, инспекторы ГАИ, чиновники. Подробнее о случившемся в первом материале выпуска. Не едут, а плывут машины по проспекту строителей. Здесь произошла серьёзная коммунальная авария. Прямо на дорогу хлынула горячая вода. Кипяток затопил проезжую часть на перекрёстке с улицы Лозицкой. На место прибыл экипаж ГИБДД. Инспекторам пришлось регулировать движение. О причинах случившегося коммунальные работники докладывают главе города. Александр Басенко говорит, без горячей воды остался только один близлежащий дом. Холодную перекрывать не стали. Прорыв на трубе диаметром 700 миллиметров горячего водоснабжения. Но сейчас уже ливнёвая канализация справляется. И вода с дороги уйдёт в ливнёвую канализацию. А строительный мусор на дороге прямо сейчас подойдёт наша техника, Пензоавтодор, и уберёт строительный мусор. Движение будет полностью восстановлено. Ближайшие полчаса. Видимо, коммунальная авария произошла недалеко от перекрёстка, где именно, пока не ясно, рабочие оцепили территорию сигнальной лентой, чтобы никто не ходил. Тем временем сотрудники ресурсоснабжающей организации, на чём балансе находятся сети, уточнили. На месте порыва к ремонту приступили две бригады в составе 8 человек и 6 единиц спецтехники. В арбековских многоэтажках в течение нескольких часов может пойти горячая вода ненадлежащего качества. С сегодняшнего дня, вплоть до 10 числа следующего месяца, на территории Пензенской области введён режим повышенной готовности. Такая мера принята для того, чтобы защитить население в период подготовки и проведения майских праздников. Об этом на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил губернатор Олег Мельниченко. Все подробности далее. Во время празднования 1 мая и Дня Победы в Пензенской области задействуют дополнительные силы для защиты населения. Это один из аспектов режима повышенной готовности, который объявлен в нашем регионе с 28 апреля. Торжественные мероприятия запланированы в 35 населённых пунктах. 1-9 мая на территории Пензенской области запланируют задействовать 1426 сотрудников органов внутренних дел, 25 сотрудников линейного отдела, договоренность сейчас у нас получена, 240 резерв, 686 представителей общественного объединения правоохранительной направленности. В рамках взаимодействия с Росгвардией также налажено взаимодействие. Будет задействовано 1-9 мая 101 сотрудников данного подразделения. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности губернатор Олег Мельниченко поручил в период выходных и праздничных дней организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации районов, чтобы контролировать обстановку и оперативно решать возникающие вопросы. Это касается и профилактики возгораний, особенно в части предупреждения распространения огня в лесах. Сейчас самое главное в условиях праздника и 1 мая, и Дня Победы удержать ситуацию под контролем, особенно с точки зрения посещения лесов, разведения костров, возникновения пожаров в результате разведения открытого огня. Контролировать всю ситуацию с отдыхающими, особенно в местах массового пребывания и массового отдыха. Режим повышенной готовности будет действовать в Пензенской области до конца майских праздников. Сейчас важная новость для автомобилистов. Стало известно, когда возобновится движение по третьему проезду Бурмистрова в Пензе. Сейчас несколько полос там перекрыты из-за ремонта. Как результат, на улицах Окружной, Кривозерии и 40 лет октября в часы пик образуются многокилометровые пробки. Когда с ними будет покончено, расскажем в следующем материале выпуска. Практически без движения. Плотно машина к машине. Автомобилисты в Кривозерии на Окружной простаивают в ожидании своей очереди вырваться из многометровой пробки минута за минутой. Те, кто хорошо изучил карту, используют все возможные пути объезда. Срезать пытаются через сам третий проезд Бурмистрова и улицу Дизельную, из-за ремонта которых и появились заторы. Мы с Римом, конечно, и там сейчас пробка скапливается. Вот поэтому сейчас здесь объезжают. Просто вообще, конечно. Ну невозможно. Просто невозможно. Что с утра, что вечером. Если рано утром, то около часа. А так в течение дня от 15 минут до 35 минут. Две полосы в направлении от улицы Окружной к 40 лет Октября перекрыли 17 апреля. Раньше срока, обозначенного в контракте. Пока рабочие только готовят проезжую часть к укладке нового асфальта. Они отфрезеровали верхний слой и полностью демонтировали старое покрытие. Впереди обустройство выравнивающей поверхности. На ремонт третьего проезда Бурмистрова и улицы Дизельной по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» выделено 45 миллионов рублей. И пока строители идут с незначительным опережением графика. В одном направлении движение перекрыли. Во-первых, для обеспечения безопасности дорожного движения. Во-вторых, чтобы ускорить темп работы. Сейчас подрядная организация свободно может работать по двум полосам. Сейчас выполняется работа как и по восстановлению тротуара, так и по устройству выравнивающего покрытия на самой дороге. То есть это немного ускорится процесс выполнения работы. Работы на этом участке дороги планируется завершить до конца следующей недели. Тогда же его откроют для движения. Но с пробками автомобилисты на этом еще не простятся. Следом закроют вторую половину магистрали. Уже по направлению от 40 лет октября до окружной. С учетом обустройства тротуара, ремонт третьего проезда Бурмистрова и улицы Дизельной полностью закончат до конца мая. Теперь о происшествии на дороге. Сегодня утром в Арбекове маршрутное такси врезалось в дерево. В результате аварии движение в обе стороны было частично перекрыто. Несмотря на серьезность, происшествие обошлось без жертв. С подробностями с места ДТП Алексей Павлов. Микроавтобус наехал на березу. Дерево упало на полосу по направлению в центр города и частично перекрыло движение. Общественный транспорт сильно пострадал от удара. Передняя часть теперь вряд ли подлежит восстановлению. А у другого участника аварии автомобиля АК повреждена лишь правая сторона кузова. По предварительным данным в 9 часов 30 минут около дома номер 33 по проспекту строителей произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял мужчина 1971 года рождения. Автомобиль АК под управлением водителя мужчины 1938 года рождения. После чего водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на препятствие дерева. Дерево быстро убрали с проезжей части сотрудники МЧС. Дорожный поток в сторону центра Пензы после этого восстановился. А инспекторы ГИБДД в это время устанавливали причину столкновения. Исследовали повреждения автомобиля и тормозной след микроавтобуса, оставшийся на асфальте. Маршрутное такси с номером 39 двигалось по правой крайней полосе. И судя по тормозному следу, автомобиль перестраивался влево в центральный ряд, где в тот момент двигался автомобиль АК. И как нам сообщил водитель легковушки, ехал медленно и почувствовал удар. После уже оказался на обочине. Все произошло слишком быстро. К счастью, никто из пассажиров легкового автомобиля в аварии не пострадал. В микроавтобусе травмы получили шесть пассажиров и водитель. Им оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации все они отказались. 374-ю годовщину со дня создания пожарной охраны отмечают в нашей стране. В 1649-м царь Алексей Михайлович повелел организовать специальную службу, которая боролась бы с огнем. В нашем городе виновников торжества поздравляли в торжественной обстановке. Вручали им нагрудные знаки и благодарности. В здании правительства области чествуют людей, которые всегда готовы прийти на помощь. Принимают поздравления сотрудники МЧС и пожарно-спасательного центра Пензы. Торжественную церемонию приурочили ко дню пожарной охраны. Он отмечается в последнее воскресенье апреля. Региональные и ведомственные награды вручают ветеранам и тем, кто продолжает трудиться. Главной целью пожарной охраны остается безопасность людей. В Пензенской области, начиная с 2023 года, сотрудники пожарной охраны ликвидировали более тысячи пожаров. Практически всегда пожарные приезжали на место возгораивания вовремя. Огонь был оперативно локализован и потушен. Спасен 51 человек. Среди тех, кто получил награду из рук главы региона Алексей Рыжов. Первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области. Он на службе почти 29 лет. Людей этой профессии пожарных всегда отличало определенный гуманизм и определенная любовь к человеку. Ведь пожарный всегда идет туда, откуда люди бегут. И вот это самопожертвование, принятие в экстренной ситуации очень неординарное и сложное порой для себя решение, отличает его, наверное, от всех остальных людей. Всего на торжественной встрече в региональном правительстве за многолетнюю добросовестную службу награду получили несколько десятков человек. Среди них представители местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Лучшего воспитателя региона в Пензе уже определили. В областном конкурсе приняли участие 29 педагогов дошкольного образования. 10 лучших вышли в финал, где им предстояло представить себя и поговорить с родителями. Кто с заданиями справился лучше всех, расскажем прямо сейчас. Елена Соснина – лучший воспитатель года. Она работает педагогом дошкольного образования 12 лет и в мае выпустит уже свою третью группу детей. Мне очень нравится работать с детьми. Я получаю от них много энергии, много нового. Мы с ними творим и создаем, скажем так. Шла долго я к этой награде. В последние месяцы особенно сильно мы готовились. И думаю, что это заслуженная победа всего моего коллектива, не только меня. 100 тысяч за победу. Елена Соснина планирует потратить их на обучение сына. В этом году он заканчивает школу. За вторые места воспитатели получили по 50 тысяч. За третьи – по 30. Еще пять участниц финального этапа – по 15 тысяч рублей. Очень ценные призы и отзывы, впечатления они получили в год педагога и наставник, который объявлен в Российской Федерации президентом Владимиром Владимировичем Путином. Кроме того, конкурс служит не только показом профессионального мастерства, но и собиранием всех тех необходимых компетенций, которые были в одном муниципалитете, а теперь они перенесутся в другой. Тем самым обогатят вообще Пенинский регион педагогическими знаниями и основами. В финальном этапе участвовали 10 воспитателей. Им предстояло провести деловой разговор с родителями и приставить свои визитные карточки. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Детские сады детям» Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» при поддержке фонда президентских грантов и партийного проекта «Единая Россия. Новая школа». Мы все знаем, насколько важна роль воспитателя детского сада. Потому что ребенок попадает из семьи в детский сад. Это новый этап социализации. И очень важно, чтобы воспитатель стал продолжением семьи. Чтобы каждый воспитатель хотел и мог проживать детство с каждым ребенком. Смотреть на мир его глазами. И быть неоценимым помощником тогда, когда малышу это будет нужно. Теперь Елена Соснина представит Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации». На большой сцене филармонии выступили артисты известного пензенского ансамбля. Они представили зрителям 15 номеров. Концерт продолжался почти полтора часа. Можно сказать, что это был хореографический спектакль. Наш корреспондент все видел и готов поделиться впечатлениями. Творческий сюрприз. Приготовили для своих зрителей артисты ансамбля «Венделя». Они представляют программу «Добрые молцы» и «Красные девицы», в которой мужские номера чередуются с женскими в полной равноправии полов. Задействован весь состав. Приходится переодеваться быстро. И вообще мужские номера, они физически тяжелые и женские, невзирая на то, что они плывут, как лебедушки. Это очень физически тяжело. Но для того, чтобы зритель... Ну, порадовать зрителя. Потому что мы даем несколько концертов в году. И хочется, чтобы все программы были разными. Танцы разных областей России увидели зрители Злата Красильникова весь вечер на большой сцене филармонии. Артисткой ансамблей она является уже много лет. Каждому концерту готовится очень ответственно. Здесь можно раскрыть душу. И ты танцуешь душой. И этим, наоборот, становится приятнее и проще танцевать. Потому что есть любовь к родине, есть любовь к русскому танцу, к русскому народу. И в этом особенность народного танца. Впрочем, на концерте зрители увидели и общие номера, где выступали вместе мужчины и представительницы прекрасной половины человечества. Но таких танцев было только два. Первый и последний в программе. А 22 мая пенденцам своё мастерство покажут воспитанники студии ансамбля Венделя. Они поднимутся на сцену Центра культуры и Досуга. Мы ненадолго прервёмся. Оставайтесь с нами. В связи с увеличением объёмов производства, производственная компания «Флагман» примет на постоянную и круглогодичную работу электрогазосварщиков. График работы два через два. Высокая заработная плата. Полный соцпакет и обеспечение средствами индивидуальной защиты. Возможно, трудоустройство выпускников профильных колледжей без опыта работы. Звоните по телефону 8 937 405 36 41. Свежие продукты из свежей идеи для рецепта. Спа Уилла Фрэш. Большой выбор одежды для шикарных дам. Качество и комфорт. Неповторимый шарм. Фэшнфур Дзержинского А4. На современное промышленное предприятие НТЭ требуются операторы станков с ЧПУ и ученики, токари-универсалы, токари-карусельщики, фрезеровщики, технологи, металлург, слесари МСР, дефектоскопист. Телефон 451 751. Пришло время спортивных событий. В Пензе организовали престижные соревнования по самбо. Сначала это были турниры внутришкольного уровня. С 2017-го состязания стали городскими. А с 2022-го года – областными. Юноши в возрасте до 16 лет старались положить на лопатки своих соперников. За ходом их поединков наблюдала наша съемочная группа. С минуты молчания начинаются крупные соревнования по самбо. Во дворце единоборств «Воейков» на 60 секунд замерли спортсмены, их наставники, зрители, судьи, почетные гости. Соревнования областные. В них участвуют больше 200 человек. От летом от 10 до 16 лет. Турнир называется «Победа». Он посвящен памяти наших дедов, прадедов, отцов, которые воевали в Великой Отечественной войне, которые достали обыдь для нас из-за победы, которые не вернулись из француза в Великой Отечественной войне. Кроме этого, ребята, у нас сегодня 85 лет. Это серьезный юбилей. 85 лет самбо, можно сказать, наша национальная война. Победа, пойдем, пойдем, рука! Передали! Делай, делай, делай! Юные борцы разделены на три группы. За один день судьям предстоит выявить сильнейших самбистов во всех категориях. Самый младший борется по олимпийской системе, ну, там, по особенностям своего возраста. И две возрастные группы борются до шести штрафных. Олимпийская система – это до первого проигрыша, проиграл. Человек выбывает из соревнований к шести штрафных. Соответственно, минимум два поединка. Нужно во встречах набрать наименьшее количество штрафных очков. Артем Сутников занимается борьбой семь лет. Выступал на состязаниях различного уровня. Не раз завоевывал престижные награды. Я считаю, что самое сложное в подготовке – это именно сами поединки. Когда тебе надо бороться по пять, по четыре минуты безостановочные. Это очень сильно выматывает. Мне нравится данный спорт, потому что он очень динамичный. На турнире награды получили не только участники областных соревнований. Также собравшиеся честовали Анастасию Попову, Софью Сулуянову и их тренера Виталия Сулуянова. Девушки достойно выступили на первенстве Европы по самбо, которое проходило в Израиле и завоевали там золотые медали. Пензенец Роман Абухов выиграл чемпионат России по дартсу. За свою карьеру он завоевал этот титул уже в восьмой раз, став лучшим среди 350 участников со всей страны. Вообще же в этом году на соревнованиях разного уровня наш земляк демонстрирует удивительную стабильность. В течение месяца он также был сильнейшим в двух турах профессиональной национальной лиги. Секретами успеха мастер поделился на пресс-конференции в областном министерстве спорта. В сообществе дартсменов Романа Абухова чаще называют «русский медведь». Он всегда идет до победного конца. И в очередной раз доказал это на минувшем чемпионате страны, который прошел в Саранске. В какой-то момент в финале соперник нашего земляка из Ростова Антон Колесов получил призрачный шанс на победу. Но Пензенец в очередной раз продемонстрировал недюжие хладнокровие. И трижды поразил восьмимиллиметровую полоску мишени. Больше сотни выбить по-любому. 60, 60, 120, 180. Получите, как говорится, ответ. Результат, конечно, еще раз повторюсь, действительно достойный. И мы гордимся, что у нас такие функционирующие спортсмены, которые много лет прославляют и защищают честь нашего региона. Как рассказывает теперь уже восьмикратный чемпион страны по дартсу на пресс-конференции, в прошлом году он не попал в призеры ни на одном турнире. Такое положение дела Романа не устроило, и он начал усиленную подготовку к новому сезону. Я начал тренироваться по новой методике. Работаю сейчас спортивным психологом. Первый раз за 15 лет, скажем так, карьеры начал работать спортивным психологом. И результат очень... Ну, у меня очень, так скажем... Потому что дартс — это 85% психология и 15% — это техника. Когда ты наработал технику, после этого ты готов играть. А уже после чемпионата страны в начале этой недели Роман Абухов выиграл второй тур профессиональной дартс-лиги с внушительным призовым фондом. Турнир среди лучших из лучших проводится для популяризации в России. Это у вида спорта, и как отмечает наш земляк, в пензе количество людей, желающих научиться легко попадать в самое яблочко. Не уклон растет. Тем более для этого не нужно особых условий. Лишь мишень, правильные дротики и пара метров свободного пространства. Вид спорта очень демократичный. То есть для того, чтобы играть, нужно помещение 5 на 10. И там уже вообще соревнования проводить в таком помещении можно. Для тренировок нам нужно помещение размером 2 на 3 метра. Я тренируюсь между нами, девочками, на балконе. На днях завершилась Всероссийская техническая олимпиада, а также первенство России по автомодельному спорту среди учащихся. Команда из Каменского района, где всего месяц с небольшим действует профильная секция, заняла сразу три призовых места, в том числе первое. Мои коллеги пообщались с одним из сильнейших гонщиков страны и его наставником. В Каменском учреждении дополнительного образования кружок по направлению беспилотной технологии только набирает популярность. Один из воспитанников, Сергей Хичернов, вернулся с крупнейшего российского спортивно-технического марафона. Поддержка у 12-летнего гонщика – что надо. Отец – его же педагог, а еще руководитель Федерации детского технического творчества. Мы тренировались, мы готовились, у нас уже был небольшой какой-то опыт. И в результате у нас три призовых места на первенстве и одно призовое место на этапе Кубка России. И мы заняли в командном зачете из 12 команд в младшей возрастной группе шестое командное место. Это тоже дали нас замечательный результат. Младший Сергей в техническом творчестве с пяти лет не раз участвовал в соревнованиях регионального уровня. Масштаб федеральных для него оказался в новинку, и все же знания и его мини-автомобили не подвели. Это модель РЦ-12, она выполнена в 12-м масштабе. Ее производит и спроектировал наш соотечественник Олег Бабич. Внутри у нас находится электродвигатель, очень мощный. Дальше регулятор скорости, сервупривод, который приводит передние колеса, и они поворачиваются в действие. Ну и также колеса, которые выполнены из резины микропора. С какой скоростью эта модель может двигаться? Сто километров в час. Даже такая вот мелочь, например, колеса, для того, чтобы осуществить лучший зацеп с трассы, мажут специальным составом. Так вот, разница в поведении модели на трассе будет от того, когда ты намазал на маску колеса за 10 минут, или за 20, или за 40. Это все подбирается индивидуально. То есть для этого нужен, можно сказать, колоссальный опыт. Вот чему мы учим наших ребятишек. Сейчас автомоделизм активно развивают лишь в трех районах нашей области. В Каменке, Никольске и Кузнецке. В последнем как раз и состоялись состязания, объединившие около 80 юных спортсменов из 10 регионов. В планах у Сергея Чернова в этом году подготовить команду для участия в соревнованиях, которые пройдут в Краснодарском крае и Москве. Сотрудники силовых ведомств выявляли сильнейшего в настольном теннисе. Товарищеский турнир прошел в Пензе в честь годовщины Великой Победы. Кто одержал победу в командном и личном зачетах? Расскажем далее. Форму с погонами сотрудники силовых ведомств сменили на спортивную. Этот товарищеский турнир по настольному теннису проходит впервые и посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Свои силы проверяют пять команд-участниц, ОМВД по городу Пензе, работники коммерческой компании, а также региональных МЧС, Росгвардии и УФСИН. При всей видимой легкости настольного тенниса физическая подготовка для этой дисциплины требуется основательная. Впрочем, для тех, кто стоит на страже жизни и здоровья людей, регулярные занятия спортом – обязательное профессиональное требование. На турнире сильнейших определяли одновременно в командном зачете и личном. В нем соревновались руководители силовых ведомств. Организация спортивных мероприятий – это всегда важный вектор в развитии физической культуры, общества и граждан. И здесь и корпоративный дух, и принцип спортивного состязательности. Спорт – это важно. Ну и пожелать участникам соревнований сегодня успехов, достичь определенного мастерства, самое главное – хорошее настроение. По результатам товарищеского матча по настольному теннису первое место заняла команда ОМВД по городу Пензе, а руководитель этого ведомства Владимир Лысов оказался лучшим в личном зачете. К этому часу все. Еще больше новостей найдете на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Атмосферное давление составит 747 градусов. Атмосферное давление составит 7 мм ртутного столба.